МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Интекс программа ПОСФАКТУ. Начнем с трагической новости. В Бараминском районе в ДТП погибли два человека. 2 марта около 6 утра 33-летний водитель автомобиля Ниссан двигался по автодороге Р-99, баранчем Волковыск, пограничный Гродно. На 30-м километре вблизи деревни Тартаки. По предварительной информации, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Айвека под управлением 33-летнего жителя Волковыска. Водители, 35-летняя пассажирка легковушки погибли на месте. Следственный комитет сообщили, что это были супруги. Трехлетняя девочка, находившаяся в машине с травмами, госпитализирована. Водитель грузовика после оказания медпомощи отпущен. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Приехал в гости с деньгами, а уехал ни с чем. У 50-летнего мужчины похитили документы и денежные средства. Сотрудниками уголовного розыска были установлены все обстоятельства произошедшего. В дежурную часть Барановичского городского отдела внутренних дел поступило сообщение от 20-летнего местного жителя, который сообщил, что у его 50-летнего отца похитили документы и денежные средства в сумме более 5000 рублей. Сотрудниками уголовного розыска были установлены обстоятельства произошедшего. Как оказалось, отец заявителя работает водителем-международником. Вернувшись из очередного рейса, мужчина отправился в гости к своей знакомой. При себе у потерпевшего были денежные средства и документы, которые он спрятал в шкафу своей спутницы. Мужчины и женщины совместно проводили время на протяжении нескольких дней. А когда потерпевший собрался было ехать домой, то обнаружил пропажу спрятанных денег и документов. Водитель выяснял обстоятельства исчезновения имущества. Однако 49-летняя знакомая утверждала, что не причастна к пропаже. После чего и последовало обращение к правоохранителям. В ходе беседы с милиционерами женщина призналась, что деньги и документы она перепрятала в диван и похитила. Свой поступок поясняет жаждой наживы. Следователями дана правая оценка действиям фигурантки. Возбуждено уголовное дело. Проблема наркомании в настоящее время во всем мире остается весьма острой. К сожалению, актуальна она и для нашего региона. В первую очередь проблема касается детей и молодежи. Общение – новая человеческая потребность, особенно для родителей и детей. Не теряйте связь с ребенком, особенно подросткового возраста. Будьте в курсе его интересов и круга общения. В настоящее время в Республике Беларусь приобретает массовый характер проблема распространения и употребления наркотических средств среди несовершеннолетних и молодежи. Так, в 2021 году 10 жителей Брестской области в возрасте до 18 лет совершили преступление. Связанное с незаконным оборотом наркотиков. Еще двое осуждены за преступления, совершенные в 2020-м. Из 12 несовершеннолетних 11 занимались сбытом наркотиков, один хранил при себе. Среди потребителей наркотиков преобладает молодежь в возрасте до 30 лет. И темпы роста наркомании в этой среде – самый высокий. Средний возраст при общении к наркотикам сегодня составляет 13 лет. Анализируя данный вид преступлений, следует отметить единый механизм влечения детей в наркозбыт. Через социальные сети ВКонтакте им приходили сообщения о трудоустройстве с кладменом, курьером, закладчиком. С целью заработка несовершеннолетние продолжали общение с оператором интернет-магазинов, мессенджер и телеграм, получали задания и раскладывали закладки с наркотическим веществом. К сожалению, проблемы наркомании в молодежной среде по-прежнему актуальны для нашего региона. Уже в текущем году в городе выявлена несовершеннолетняя, которая занималась распространением наркотиков. Одним из условий совершения указанных преступлений является проведение свободного времени подростками в сети интернет. Во избежание подобных случаев хочу обратить внимание родителей, иных законных представителей, педагогов о необходимости регулярного напоминания детям о вреде наркотиков и об ответственности за совершение связанных с ними преступлений, а также на занятость детей в свободное от учебы время. Родителям необходимо знать, чем занимаются их дети, контролировать их пребывание в сети интернет и правильно организовывать их досуг. Общение – основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей. Отсутствие общения с вами заставляет ребенка обращаться к другим людям, которые могли бы с ним поговорить. Но кто окажется этими людьми и что они посоветуют вашему подростку? Помните об этом. Чаще старайтесь быть инициатором откровенного, открытого общения со своим ребенком. Барановическая межрайонная прокуратура выявляет факты сокрытия субъектами хозяйствования наличия просроченной задолженности по заработной плате. За прошедший период 2022 года объявлено одно официальное предупреждение, вынесено два предписания, инициирован административный процесс за нарушение законодательства о труде в отношении пяти руководителей организаций. В Барановической межрайонной прокуратуре вопросы соблюдения нанимателями законодательства о труде в части своевременности и полноты выплаты заработной платы, в том числе аванса и окончательного расчета при выполнении взяты на особый контроль. Невыплата или несвоевременная выплата зарплаты отдельными субъектами хозяйствования частные формы собственности имеют место. В ходе проведения контрольно-аналитических мероприятий выявляются факты сокрытия субъектами хозяйствования наличия просроченной задолженности по заработной плате. По выявленным нарушениям трудового законодательства в части оплаты труда в 2021 году были приняты следующие меры прокурорского реагирования. Объявлено 3 официальных предупреждения, 9 лиц привлечены к административной ответственности, вынесено 5 предписаний, 1 представление и возбуждено уголовное дело. За прошедший период 2022 года объявлено 1 официальное предупреждение, вынесено 2 предписания. Инициирован административный процесс за нарушение законодательства о труде в отношении пяти руководителей организаций. Обращаю внимание руководителей субъектов хозяйствования на неукоснительное соблюдение трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам. Так, Барановичская межрайонная прокуратура выявила факт несвоевременной выплаты заработной платы компании СРК «Альфа-Промстрой». Нарушение зафиксировано в ходе осуществления надзора за соблюдением законодательства о труде. По состоянию на 3 февраля расчет за ноябрь-декабрь не был произведен с 20 сотрудниками на общую сумму более 4 тысяч рублей. Во исполнение предписания предприятие погасило задолженность в полном объеме. Надзорный орган инициировал привлечение руководителя к административной ответственности. Подчеркнем, нарушение нанимателям или уполномоченным должностным лицом нанимателя порядка и сроков выплаты заработной платы влечет наложение штрафа в размере 4 до 20 базовых величин, а на юрлицо – до 100 базовых величин. По поручению главы государства вопросы непроизводственного выбытия скота в сельхозорганизациях находятся на особом контроле в Генеральной прокуратуре. В связи с этим и Барановичская межрайонная прокуратура на постоянной основе следит за состоянием в делах хозяйствах. Анализирует причины потери скота и вместе с другими заинтересованными структурами ищет варианты решения проблемы. Несмотря на проводимые прокуратурой надзорные мероприятия, в сельхозорганизациях продолжают выявляться нарушения технологических и ветеринарных норм – факты бесхозяйственности. Одним из главных направлений в деятельности прокуратуры является надзор за соблюдением законодательства в агропромышленном комплексе. Прокуратурой осуществляются выезды на животно-оческие объекты сельскохозяйственных организаций района. В центре внимания – пресечение фактов поддержа скота и обеспечения надлежащих условий функционирования животно-оческих комплексов. В ходе мониторинга вскрываются отдельные факты бесхозяйственности, нарушения технологических и ветеринарных норм содержания животных, что негативно сказывается на обеспечении сохранности продуктивного скота. Важно не только вскрыть и устранить нарушения, наказать виновных, но и добиться реального возмещения ущерба. По искам прокурора в судебном порядке виновные лица возместили сельхозпредприятиям за поддержь скота около 3,5 тысяч рублей. Деятельность прокуратуры в данном направлении будет продолжена. Проверки и оценки будут подвергаться в первую очередь исполнению своих обязанностей профильными специалистами и руководителями подразделений сельхозпредприятий. Напомним, в ходе проверок изучаются вопросы, связанные с заготовкой кормов, выращиванием молодняка крупного рогатого скота, содержанием взрослого поголовья КРС на молочно-товарных фермах и комплексах. В свою очередь, сельскохозяйственные организации принимают меры по обеспечению сохранности поголовья, снижению уровня падежа крупного рогатого скота. В Баранчах обнаружено 26 артиллерийских снарядов. Утром в дежурную часть ОВД Баранчского госполкома поступил звонок от жителя города. Мужчина пояснил, что во время проведения оптоволокна в дом по улице Шевченко во дворе были обнаружены два предмета, похожих на снаряды Великой Отечественной войны. Вместо происшествия выбыла следственно-оперативная группа, специалисты идентифицировали фрагменты, ими оказались артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны калибра 150 мм. Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств. Было обнаружено еще 24 снаряда и один артиллерийский взрыватель. Все 26 снарядов были изъяты группой разминирования войсковой части 7404 для последующего уничтожения на специализированной площадке. 26 февраля в Центр оперативных управлений Барановского ГРОЧС поступило сообщение о загорании автомобиля в районе Санстанции на улице 50 лет в ЛКСМ. В непосредственной близости от гаражей горел легковой автомобиль. Он был полностью охвачен огнем. Была угроза строения. В считанные минуты спасатели ликвидировали загорание. В результате пожара огнем был уничтожен салон автомобиля. Задние колеса повреждено лакокрасочное покрытие. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Это уже 11-й пожар с начала года. Честно поминаю, что не допускается проведение работ с автотранспортом вне специально оборудованных и предназначенных для это рабочих мест. В случае возникновения пожара из-за проведения таких работ в автомобиле необходимо принять меры по тушению огня. А в случае невозможности самостоятельно справиться с огнем, незамедлительно звонить по номеру 101 или 112. Днем 23 февраля сотрудники Барановичского ГРУЧС пришли на помощь кошке, которая провалилась в вентиляционную шахту и просидела там трое суток. Туда она, скорее всего, забралась через проем, где должна была быть решетка вентиляционного канала. Операция по спасению животного длилась три часа. В Барановичах спасатели 23 февраля провели операцию по спасению кошки, которая трое суток просидела на дне вентиляционной шахты многоэтажного дома. Туда животное, скорее всего, забралось через проем, где должна была быть решетка вентиляционного канала. Так, в среду днем жители девятиэтажного дома с улицы Жукова обратились в службу спасения 112 с просьбой спасти пропавшее животное. Чтобы определить точное местонахождение питомца, спасатели обратились специалисту в сторонней организации. С помощью камеры, телеинспекции, скрытых полостей кошку обнаружили между третьим и четвертым этажами. Не обошлось без хлопот для жильцов квартиры, напротив которой обнаружено животное. Доброта живет в каждом, но не каждый готов разрешить рушить стены в своей квартире. Сделав небольшой проем в стене в кухне, сотрудники МЧС достали испуганное животное и передали хозяевам. Местная жительница поблагодарила спасателей за помощь питомцу. Спасение кошек – не характерное направление деятельности для службы МЧС. Однако, такие выезды случаются. В целом, вся спасательная операция – это вычисление местоположения пропавшего животного, вскрытие техэтажа и подвала, изучение системы вентиляции, сверление стены длилось более трех часов. Неравнодушные жители микрорайона военных городов в Барановичах обратились за помощью к спасателям с просьбой помочь спуститься на землю любимой кошки с уровня пятого этажа. Самостоятельно она это сделать не может и просит о помощи два дня. Хотя это не характерно для функции МЧС «Виды работ», гражданину не было отказано. Еще одна счастливая история спасения, пусть даже кошки. Днем воскресенья 27 февраля на пульт 101 Барановичского ГРОЧС поступило сообщение о загорании хозяйственного строения в деревне Малая Колпеница. К месту вызова было направлено четыре пожарные машины. На момент прибытия деревянный сарай полыхал открытым огнем. Отделения приступили к ликвидации горения. Через пять минут открытое пламя было сбито. Началась кропотливая работа по разборке конструкции и ликвидации мелких очагов. В результате пожара огнем повреждена кровля, стены и имущества внутри хозяйственного строения. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Это четвертый пожар в Барановичском районе с начала года и двенадцатый в сумме по региону. Будьте внимательны при обращении с открытым огнем в местах с наличием горючих веществ. Не выбрасывайте незатушенные окурки. Следите за состоянием электропроводки в строениях. Не перегружайте электросеть. Не используйте предохранители незаводского изготовления. В случае чрезвычайной ситуации сообщайте по телефону 101 или 112. 28 февраля в 10.17 барановичские спасатели МЧС выехали по тревоге на улицу Чапаева, где произошел пожар в одной из квартир в одноэтажном многоквартирном жилом доме. По прибытии к месту вызова установлено, что открытого горения нет, идет небольшой дым и закон квартиры. Со слов соседей, в квартире может находиться человек. В ходе разведки был обнаружен хозяин квартиры 1958 года рождения. Проведение реанимационных мероприятий бригадой скорой медицинской помощи положительного результата не дали. Константирована смерть мужчины. В результате пожара огнем повреждены кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в квартире. Смежные квартиры не пострадали. Причина пожара и гибели человека устанавливается. Работники МЧС призывают граждан никогда не курить в постели, тем более в состоянии алкогольного опьянения. Выпивший человек не может контролировать свои действия. Помните, сигареты и алкоголь – основная причина гибели людей в пожарах. Устанавливайте в жилых комнатах автономные пожарные извещатели. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok